Каким бы длинным не был ваш список вещей и объемными собранные сумки в роддом, наверняка на месте выяснится, чего-то не хватает. Это неочевидные предметы, которые в роддоме оказываются в разы полезнее, чем пухлая аптечка или дюжина распашонок для малыша. Мы изучили мнение опытных мам и выделили 10 актуальных вещей, которые они забывали взять с собой. Первое – резинки и заколки для волос. Без расчески никуда, а как насчет аксессуаров? А еще резинки имеют свойство бесследно исчезать в самый неподходящий момент, поэтому стоит взять с собой сразу 3-5 запасных. Второе – одноразовые пеленки. Понадобятся для осмотров и УЗИ, гигиены и комфорта как мамы, так и новорожденного. Можно стелить на кровать, кушетку, пеленальный столик, и вы будете спокойны, что поверхность чистая. Третье – гигиеническая помада. Во время родов часто сохнут роты и губы, могут появиться ощущения стянутости и трещины. Для профилактики и устранения таких неприятностей гигиеничка, пожалуй, вне конкуренции. Четвертое – наушники. В роддоме иногда хочется отвлечься и отдохнуть от постороннего шума. В наушниках как раз-таки можно в любое время послушать книгу или любимую музыку, не доставляя неудобств соседям по палате. Пятое – подгузники для новорожденного. Кажется, подгузники – главное, что должно быть в сумке для роддома. Однако не каждое изделие оптимально подходит детям именно в первых дней жизни. Помимо нужного новорожденным размера, стоит обратить внимание на качество абсорбента, чтобы он не вызывал раздражения нежной кожи, мгновенно впитывал и удерживал влагу. Также для предотвращения опрелостей важно, чтобы в подгузниках циркулировал воздух. И, конечно, чтобы резиночки и липучки не давили и не царапали кожу малютки. Шестое – перекус. С собой стоит взять продукты, которые не провоцируют неприятности с пищеварением. Утолить внезапный голод и поддержать настроение мамы могут продукты, богатые углеводами – крекеры, злаковые батончики, хлебцы, яблочное пюре. Такой перекус придаст сил и энергии. Седьмое – вода и трубочки для напитков. Взять воду народа – это мастхэв. Рекомендуем взять несколько бутылок объемом 200 мл с широким горлышком, чтобы было легко пить даже в самые непростые моменты. А если у вас кесарево сечение, то сразу после операции удобно пить из бутылки через трубочку. Восьмое – прокладки для груди. Вскоре после родов начнется прилив молока, и оно может подтекать, пачкать белье и одежду. Придется часто мыться, переодеваться, стирать вещи, а соски от постоянного контакта с влагой могут потрескаться. Чтобы позаботиться о гигиене и избежать неудобств, стоит взять с собой нотационные вкладыши. Девятое – одноразовые накладки на унитаз. Для заботы о гигиене и собственном комфорте при посещении общественного туалета пригодятся эти изделия. С ними вы не будете переживать по поводу гряди и микробов, которые могли бы попасть на вашу кожу. И десятое – полиэтиленовые пакеты. Сложить вещи для стирки, испачканный подгузник ребенка, любой мусор перед утилизацией, рассортировать вещи, собираясь домой, посылочные пакеты окажутся весьма кстати. Продолжение следует...